Шайтан в мусульманской злой дух, дьявол. Слово шайтан синонимично библейскому термину сатана. Шайтан корня сатан буквально. Быть враждебным, обвинение, эсэр, ивр, сатан, арам. Сатана, гиас сайтан, сатана, в исламском богословии представитель категории злых духов, враждебных Аллаху и людям, способны принять облик человека. После Дня Суда, Киямат, шайтаны вместе со своим господином, Иблисом, обречены на адские муки. С помощью своих слуг Иблис совращает людей, отвлекает их от благочестивых дел и подбивает на совершение грехов. Шайтаны сотворены из огня или дыма и могут принимать различные внешние формы. Они могут порождаться Иблисом и живут группами в разных странах. Шайтаны могут иметь различные имена и, как Иблис, носят эпитет Раджим, побиваемый. Слово «шайтан» синонимично библейскому термину «сатана». Согласно исламским преданиям, шайтаны побуждали к грехам и ошибкам благочестивых людей и пророков, например пророка Исуфа. Часть шайтанов когда-то подчинялась пророку Сулейману, но затем вернулась к своим делам. По сей день они мешают людям совершать молитвы и учат людей колдовство и магии. Они заставляют человека забывать Аллаха и подбивают совершать греховные поступки под видом благочестивых. Принято считать, что у каждого человека есть свой шайтан, как и свой ангел, которые ведут борьбу за сердце человека. Шайтаны стараются сбить человека с пути, используя его плотские стремления и желания удовольствий, навс, а также такие качества, как гнев, злоба, зависть и т.д. Для того чтобы отогнать шайтана, достаточно призвать на помощь Аллаха. Мусульмане часто произносят формулу «Апострофу зубил лахи минуша шайтан и эр-раджим» или аяты Корана. Некоторые мусульманские богословы считают шайтанов самой строптивой и неверующей частью джиннов. Другие считают их особой категорией существ, которые, в отличие от джиннов, изначально обречены на неверие и наказание в аду. В Коране и в богословских сочинениях иблис и шайтаны часто взаимозаменяются, так как шайтаны исполняют волю и приказы иблиса. В доисламской Аравии шайтаны считались посредниками в общении с потусторонним миром прорицателей, кахин, и поэтов, шаапостроф ир.